Заявление Суркова по обнулению президентского срока прокомментировали в Кремле. Песков напомнил, что Сурков теперь не работает в администрации президента и что это частное мнение россиянина. Накануне Сурков дал первое интервью после отставки, о чем он еще говорил. В Кремле отреагировали на первое после отставки интервью бывшего помощника президента Владислава Суркова. В формате СМС-сообщений с ним побеседовал его давний соратник, политолог Алексей Чесноков. Сурков рассказал, что причина его отставки в смене контекста в отношении Украины, которой он занимался с 2013 года. И что он не верит, что Донбасс когда-либо вернется в состав Украины. Цитирую. У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения, Украина не заслуживает такой чести. Конец цитаты. Также экс-помощник президента высказался по поводу поправок в Конституцию. Сурков предположил, что, цитата, правовая логика приведет к необходимости заново начать отчет президентских сроков. Это интервью вызвало, как и все заявления Суркова, бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова оценить эти высказывания. Владислав Сурков в интервью сегодня заявил, что считает, что после принятия поправок в Конституцию нужно будет обнулить президентские сроки. Это, по его словам, будет уже другой институт президентства. И если этого не сделать, то власти, цитирую, сильно погрешат против юридической чистоты. Согласны ли в Кремле с таким мнением? Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение, мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов. Владислав Юрьевич сказал, что изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине. Вы это сможете подтвердить или вы не согласны с этим утверждением, что изменилось направление, видимо, после ухода Порошенко? Нет, об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие, реализация, выполнение минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. И лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей Конституции определяется президентом Российской Федерации. Он тут говорит о том, что принуждение силой к братским отношениям единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Эта политика будет продолжена после того, как Сурков ушел с этой должности? Какая политика? Принуждение силой к братским отношениям? Нет, такой политики нет. По остальному все-таки рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями. Получается, что он говорит какие-то позиции, которые сильно расходятся с тем, что декларирует Кремль. Это было всегда и в то время, когда работал Владислав Юрьевич в Кремле, что так позиции расходились? Или это сейчас они стали так расходить? Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливается президентом Российской Федерации. Это просто невозможно. Как тогда объяснить это противоречие? То, что он сейчас говорит, не то, что вы говорите, является политикой Кремля. Я не знаю, как Владислав Юрьевич это может объяснить. Это был Дмитрий Песков. В рабочей группе по поправкам в Конституцию в очередной раз заверили, что обнуления президентских сроков не будет. Об этом РИА новостям сообщил глава комитета Софеда по конституционному законодательству Андрей Клишес. Текст поправок в Конституцию этого не предусматривает. Все это домыслы, отметил Клишес. Субтитры создавал DimaTorzok